друзья здравствуйте сегодня хочу наверно многие просят рассказать про уход котлей ну и начну я вот с котлей которые в мхе потому что они являются одни из самых сложных ну вот например я взяла для видов три вида котлей одна это в принципе один и тот же поставщик чинкуа но котлей имеет разную стадию развития например вот эта котлейка даже легко вытаскивается как вы видите она не имеет корней почти то есть свежая деленка это у нас чанг чу джелл и она свежая посаженная и я ее даже не буду трогать вот она вот так пришла видно что тут черные корни я не буду ничего разбирать я ее оставлю в покое прошло где-то месяца два можно увидеть что появился новый рост и от этого роста пойдут корешочки и вот так вот и и в этом горшке так и оставлю ну ближайший может год-полтора пока она не начнет растить корни нормальные это котлейки мы так и оставляем вот другая котлейка того же сорта этот поставщик здесь я вижу же корни корней много корни живые и тоже я не беру ритком я не разрезаю ничего тут максимально минимальный стресс для растения это я это буду делать тоже спустя получения где-то месяц-полтора я буду подбирать горшок вот видно что ложка большая такие не надо здесь ложка поменьше тоже такой не нужен а вот ложечка как раз для него я подложу низ немножко мха свежего не приготовленному чуть-чуть поставлю туда котлей краешки так полностью заложим мхом одной рукой это делать не очень удобно но я больше хочу показать чтобы это видно было как это сделать правильно мог не трамбуется иногда когда вот она видно что она растет в одну сторону я просто в эту сторону как на которой она не растет подвигая краю горшка а вот это который активная сторона я ее закладываю мхом можно сказать сделали ли что посадили я все равно обратно поставлю в горшочек вот и в таком пушистом состоянии мог не надо его трамбовать просто чтобы он пушистый был и поливать не вот сюда в этот кумха а поливать вот здесь вот по краю то есть в свежему чтоб тот ты как бы не замокал и котлея не портилась из-за этого также вот если меня котлея еще больше вы не обращайте внимание что там листик черный там это не так страшно транспортная грубо говоря риски здесь у нас еще больше корней нет я думаю что здесь их не так много тоже вот это котлея тоже видно что нет корней я не буду пересаживать больше горшок я вот так же оставлено как я оставлю это так же буду поливать сверху на пролив по краю горшка а вот копей который вот я пересадила это сколько неделю назад такой просто был большой куст сразу она у меня пошла жить такую ложку это та же посадка была точно так же как я показывала садизия котле я была на посажем вот в такую ложку это срезанная ванта потому что тяжело стало держать цветоносы ну и дальше есть у меня которые тоже месяц назад посажены в тот же мог вот уже даже новые корешочки пошли посадка котлея не болеет ну вот она уже чехол я думаю что именно с него она уже будет свести то что не было стресса по пересадке также вот котлеи которые вот все спрашивают что его растить все время во мхе нет зачем вот это первое время ну вот года два она порастет следующий рост и пойдут выходить за край горшка и последний рост 3 лучше всего 30 молодых роста срезать и можно адаптировать в кору как например у меня произошло с этой котле и вот они три больших мощных было роста я их отрезают мха и у нее не было камней совершенно и и сажу в чистую кору мне тоже накануне больше нравится вот пошел активный рост и туда уже загубились корни потому что сам х перевести котлею на кору это очень сложно она очень сильно болеет здесь можно увидеть что котле и этот тайланд привать тайландские котлеи которые приходят кокосе тоже ничего не сажу ставлю в горшок добавляя крупные куски пары вот это вот произошло за зиму это надо лак жирный кирос там еще по-моему с другой стороны но тоже котлея не потеряла корни не стрессанула активно растет и причем этот рост даже тоже будет свистеть здесь у меня это котлей которые приходят бразильские они вообще без корней поэтому адаптируется сразу на кору здесь у нас тоже кора в основном кора это только азиатские я просто чтобы не стрессовали они у меня растут вам и со временем куски будет отделяться и садиться в кору поэтому по коре проливаю на пролив часто использую глиняные потому что идет охлаждение корней корни туда лучше идут по краю я просто лью на пролив но ни в коем случае замачивание идет макание корней и она начинается гнили и все остальное и вот то что вот я пришла к этому что не надо котлеи трогать и замка ровно потому что я потеряла огромное количество растений когда я считала что хочу сейчас переведу как будет мне удобней а тут надо конечно считаться то что удобнее растение то что будет ему лучше для здоровья чем то что думаю я как-то же без меня она росла и существовала ну вот что же у меня еще тоже есть гибрид тоже себе оставила один тоже та же самая ситуация мог почему глина потому что в ней очень сложно перелить растения она лишнюю воду на себя забирает мог остается влажным но не дает сырости так это у нас тоже шевериановские гибрид они вообще очень тяжело акклиматизируются дулистные котлеи поэтому кто начинает лучше вообще не советую вот здесь у меня вообще травушка муравушка поросла тоже старые экземпляры тоже все 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 вон все кора кора спина этим не забыла как он называется в общем с этим субстратом пенистым та же самая это деленка я себе ее оставила часть тоже пошли корни вниз активный жирный рост корешочки тоже бразильская нет это колумбийка тоже акклиматизируется в коре ставлю в глиняный горшок как кашпо используя пластик и крупный архиата полив тоже только на пролив здесь у нас тоже акклиматизационная тоже корней нету тоже сразу в кору сажу глиняный здесь вот маленькие котлейки тоже который получала он вообще без корней было естественно я обработала этим аж бишкой и петерсом 10 52 10 чтобы активизировались корешочки ну и вон активно все растут главное меньше меньше растения тормошить делать ему максимальные удобные условия по котлейкам все надеюсь была вам интересна и полезна эта информация пока пока а